Накануне в бассейне «Дельфин» состоялся финал соревнований по одному из самых красивых и сложных видов спорта – синхронному плаванию. В открытом первенстве республики приняли участие более 160 спортсменок. Помимо наших девушек выступали команды из Казани, Нижнекамска и Екатеринбурга. Возраст от 10 до 17 лет. Участницы выясняли отношения в сольном и групповых номерах. О том, как прошел третий день соревнований и кто стал лучшим, в нашем следующем сюжете. На первенстве республики спортсменкам необходимо быть яркими. Поэтому их макияж напоминает индейский боевой раскрас. Акцент делают на глазах, густо наносят тени и подводят веки. Особенное внимание купальникам. Все они шьются по специальным эскизам, обязательно с множеством страз. В самый ответственный момент спортсменки должны блистать во всех смыслах этого слова. В командном зачете в возрасте до 12 лет лучшими стали спортсменки из Нижнекамска, набрав 81 балл. Судьи высоко оценили их точность и сложность постановки. Синхронные и четкие движения под музыку – непременная улыбка. Результат месяцев тренировок надо успеть показать за 2-3 минуты выступления. Мы очень долго тренировались в нашем бассейне в Нижнекамске, в дружбе. Во-первых, это все заслуга тренера, потому что она очень у нас долго к этому была. Если в младшей группе победитель был очевиден, то в средней развернулась борьба. Основными соперницами здесь стали представители набережных Челнов и Екатеринбурга. В итоге победили гости, правда с минимальным отрывом – 0,5 балла. Очень сложно. Тяжело было. Да. Мы лучшие! То, что соперники достойны, отметила и главный судья соревнований. По мнению Ларисы Капустина, синхронное плавание в Татарстане постоянно развивается. Данному виду спорта уделяют большое внимание и колоссально поддерживают. Так же, как в Москве и Санкт-Петербурге. Чего нельзя сказать о других регионах. В других регионах у нас все намного сложнее. То есть совершенно отсутствует строительство спортивных сооружений, водных центров и бассейнов. И, естественно, тренерские ставки. Хотя детей очень много идет. Эти соревнования стали первым этапом отбора на вторую всероссийскую летнюю спорта-геаду спортивных школ. По результатам прошедшего первенства сформируют две сборные команды Татарстана. Ольга Шапкина, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. РЕН-ТВ. Набережные Челны.